Игромания представляет Total War Warhammer 2 – это в первую очередь глобальная стратегия с элементами РПГ, а потом уже тактический симулятор боёв. Любое завоевание требует финансовой базы и логистики, и даже армии зеленокожих или скавинов – не исключение. Первое и самое важное – контролируйте расходы. Каждый юнит в армиях и часть зданий забирают деньги из сокровищницы раз в ход. И если вы сразу наберёте несколько больших армий, они быстро сломают вам экономику. Вслед за этим начнутся восстания, голод и разруха. Пойдут штрафы почти ко всем показателям, а главное – на своей же территории появятся враждебные повстанцы. По той же причине нужно сдерживать аппетиты к экспансии. Череда больших побед может привести к ситуации, когда ваша империя огромна, но вы толком не можете её контролировать. А многие фракции ещё и получают штрафы к настроению народа за каждое дополнительное поселение. Маленькая, но единая империя всегда лучше, чем огромные просторы на грани гражданской войны. Планировка городов критически важна. В каждой провинции только столица может строить здания 4-5 уровней, которые дают доступ к самым лучшим юнитам. Но не всегда удаётся всё сразу построить в одном месте. Кроме того, у каждого города должны быть стены, без исключений. Да, он может стоять даже в глубоком тылу, но игра-то теперь создаёт нейтральные армии там, где захочет. И отдать половину тыла каким-нибудь пиратам просто потому, что было лень строить стены – плохая перспектива. И не забывайте про дипломатию. Вести войну на два или более фронта – это путь к неизбежной гибели. Спастись от неё помогут союзные договоры. Скорее всего, у фракции «Дублёра вашей расы» будут бонусы к дипломатии с вами. Такие дублёры – это, например, культ удовольствий для Малекита, последние защитники для Люда Ящеров и клан Пестиленс для Скавенов. С ними можно войти в коалицию. Ищите фракции, которые получают удовольствие от ваших побед над врагом, и старайтесь наладить отношения. Враг почти наверняка окажется общим. Тёмные эльфы – это самое сложное из базовых кампаний игры. У Малекита есть две проблемы – его мать и нехватка рабов. Культ удовольствий Марати находится в более выгодной зоне, регулярно создаёт искажения хаоса и больше влияет на малые фракции. Так что, если Малекит будет объединять север, война с сородичами неизбежна. Лучший способ получить стабильный приток рабов, не вступая в войну с соседями, это вызвать Чёрный Ковчег и начать пиратить берега Ултуана. Высшие эльфы и так вас ненавидят, а адекватный морской ответ у них появится довольно поздно. А вот кампанию Скавенов мы начинаем на юго-востоке карты. И всё бы хорошо, только еды всё время не хватает. Естественная экспансия ведёт на север, и единственная серьёзная угроза на пути – это последние защитники. При сражении двух армий вы будете проигрывать примерно в половине случаев, потому всегда нападайте двумя-тремя армиями сразу. У Скавенов буквально нечеловеческие бонусы к восстановлению численности отрядов, так что давите ящериц трупами крысорабов. А получив контроль над джунглями, накапливайте еду. В идеале, ближе к двухсотому ходу, у вас уже должны быть одна-две элитные армии со штурмверменами и мерзостью из адской дыры. И четыре-пять армий с низкоуровневыми юнитами, чтобы изматывать противника. Ултуан, где начинают высшие эльфы, – это континент в форме кольца, который по всей окружности разделён надвое горной цепью. Крепости-врата, которые позволяют перейти с внутреннего побережья на наружное, – это самостоятельные провинции. Вы, в отличие от оппонентов, можете влиять на дипломатию других фракций, и ваши войска сражаются лучше, если входят в бой с полной силой. Иными словами, оптимальная тактика – это медленное и планомерное продвижение на северо-запад. Следом, готовьте пару серьёзных армий, а главное, не забывайте манипулировать врагами и стравливать их между собой. Корсары тёмных эльфов могут доставить проблем, но если сжечь порты и провести пару-тройку карательных экспедиций, от них можно избавиться. Без портов и корсаров тёмные эльфы могут драться только между собой, что в любом случае идёт вам на пользу. Идеальная компания для новичка – это Людоящеры. С точки зрения стартовых условий, они главные тролли второй части. Людоящеры могут обойтись вообще без экспансии. Им нужно меньше спецресурса для ритуалов, а их армии – потенциально самые сильные в игре. Кроме того, земли Людоящеров не интересны соседям, а самое главное – у них вообще практически нет природных врагов. План прост – развиваемся, не спешим, строим одну-две элитные армии и зарабатываем благословлённые отряды за квесты. Как только вы получили доступ к юнитам третьего-четвёртого тира, победа обеспечена. Напоследок несколько боевых советов. Прежде чем вступить в тактическое сражение, мудрый генерал думает о позиционировании на глобальной карте. Армия была в марше? Плохая новость. Все ваши бойцы начнут сражение истощёнными. Бой идёт в горах? Скорее всего, у врага будет преимущество в высоте, и за каждый шаг придётся платить кровью. Маленький герой врага пинал вашу армию два хода подряд? Половины жизней у шести отрядов уже нет. Глобальная победа в войне не требует гениальной тактики или микроконтроля. Она требует понимания того, как минимизировать потерю дорогих и нужных войск. Иногда выгоднее пустить вперёд армию из дешёвой и почти бесполезной пехоты. Мясной щит немного измотает врага и даст основным войскам время на сближение. Иногда надо трусливо отбиваться из-за стен, а не идти полным маршем на армию равной силы. Победа в одном бою, конечно, важна, но война выигрывается только глобальной экономической разницей. Правильно сформировать войска тоже важно. Строю нужно иметь три слоя. Первыми идут бойцы ближнего боя. Основное мясо армии – пики и щиты. Следом – скоростные юниты. Кавалерия, летающие монстры, быстрые ассасинские отряды. А за ними – огневая поддержка, будь то эльфийские лучники или пушки варп-молний. Война работает по принципу камень-ножницы-бумага. Пехота разбивает скоростные отряды, скоростные режут поддержку, а поддержка издали скашивает пехоту. Бывают, разумеется, суперюниты, которые выигрывают у всех, но и у них есть свои условности и проблемы. Главное – толково распределить нагрузку на все роды войск. Скавины, эльфы или все-таки людоящеры – попробуйте сыграть за всех по очереди. А мы желаем вам побед в грядущих войнах за люстрию. Оставайтесь с нами и играйте только в лучшие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова